Подписи собрать вообще невозможно, эти 2 миллиона подписей, из-за тех сроки, которые устанавливает закон, собрать невозможно. Закон специально так разработан, чтобы Кремль решал, чьи фальшивые подписи признать истинными. Вот поэтому подписи Богданова он признал истинными, хотя качество, я думаю, их не лучше, а то и хуже, чем у Касьянова. А Касьяновский не признал. Но Касьянов не был зарегистрирован, естественно, Кремлем потому, что Кремль не может допустить даже мысли, что такой человек появится на экране телевизора. Потому что Касьянов до сих пор воспринимается значительной частью русского народа как начальник, это его большой политический актив. Русский народ любит голосовать за начальников, а за маргиналов, оппозиционеров не любит голосовать. Как начальник, человек серьезный, если человек побывал уже во власти, значит он знает, как там работает все. И когда Касьянов приезжал в регионы России, к нему очень часто обращались на улицах бабушки, дедушки, молодые люди и домашние животные, как к действующему премьеру. То есть ему часто люди не знали, что он уже не премьер. Поэтому запустить такого человека в телевизор, дать ему эфир, значило показать, что на пост президента баллотируется некий начальник, то есть человек вполне с точки зрения русского политического сознания легитимный и правильный, который гораздо умнее и красивее Дмитрия Медведева. Там же какие-то брожения происходят. Который гораздо умнее и красивее Дмитрия Медведева. И вот это сравнение Касьянова с Медведевым Кремль не мог вынести. Оно было абсолютно невыносимым. Поэтому Касьянов не был зарегистрирован. Если мы снова вернемся к Дубским выборам 2007 года, вот те партии, которые пришли, они пришли действительно потому, что народ за них проголосовал? Или потому, что кто-то так решил, что они должны пройти? Ну потому, что кто-то так решил, что они должны пройти. А сколько народу на самом деле за них голосовало, это не имеет значения. Дело в том, что не случайно представителем Центральной избирательной комиссии является Владимир Евгеньевич Чуров, который специалист по теплофизике и термодинамике. Вообще-то, с всяким Брауновским процессом и так далее. Поэтому каким образом трансформируются термодинамические поданные голоса в результаты ЦЭКа, это неизвестно никому, кроме Владимира Евгеньевича Чурова. Это очень сложная закономерность, из-за которой, возможно, потом Владимир Евгеньевич получит Нобелевскую премию по физике. Но сегодня, не будучи физиком, а будучи гуманитарем, я даже не рискну и не буду дерзать понять логику этой системы. Она для меня слишком сложна, как для обывателя. Субтитры создавал DimaTorzok